Если вы меня видите здесь, за этой кафедрой, то значит будет про алфавит. Я думаю продолжать серию. Пока это выглядит так, знаете, что основных игроков пока нету, значит берут славочки запасных, но я не запасной. Да, вот, я вот имею честь сегодня вам презентовать букву Хэй. Буква Хэй, буква Хэй выглядит вот так. Кто вообще изучает эврит у нас? Есть люди, которые интересуются эвритом? Есть интересуются. Вот даже для тех небольших, небольшого количества людей, поднявших руку, которые интересуются эвритом, сегодня будет наша проповедь. Привет, пять человек, аллилуйя. Ну, для вас, в том числе, мое слово. Итак, буква Хэй, это пятая буква еврейского алфавита. Какие мы уже буквы знаем? Я уже здесь пятый раз стою, а соответственно мы знаем Алиф, Бэ, Гимель. Далет, и дошли мы до буквы Хэй. Знаете, небольшое предисловие скажу. Почему вообще я взял эти темы? Может быть, я повторюсь, но вкратце скажу. Эврит – это единственный язык на земле, в котором нельзя сделать вот такую вот эквилибристику. Сейчас вы поймете, о чем я. Ну, вот, допустим, в любом языке мира, если люди договорятся и довольно продолжительное время будут делать следующее, будут говорить, что вот это вот лист, а вот это вот микрофон. Вот, видите, вот мы договоримся, что вот это вот микрофон, а вот это вот лист. То через какое-то время уже наши дети и наши правила, уже все нормально, уже в лексикон войдет, что вот это вот микрофон, а вот это вот лист. Так вот, эврит – единственный язык на земле, в котором подобное замещение и рокировка невозможны. И это уже восхищает меня. Потому что сразу возникает вопрос, а почему? Что нам мешает, допустим, делать вот такие замены? А мешают сами буквы, представляете? Сами буквы, даже их написание и их порядок, вы врите, важно все. И вот каждый мой урок, каждый мой подход к каждой новой букве, я, когда готовлюсь, я понимаю, что я только по самой поверхности, даже вот ныряю неглубоко еще. Ну вот даже вот на вот этой, даже небольшой глубине я вижу массу примеров заложенной какой-то вселенской мудрости и, знаете, не случайных совпадений. И этим вот пронизан весь эврит. И поэтому его называют лошон хакодыш. Лошон – язык, хакодыш – святой. Тот самый святой. Я бы даже сказал, ну, там вот эта, кстати, буковка «ха», да, вот что я сейчас буду вам сегодня «хей» говорить. Она, когда приставляется к чему-то, к чему-то, это она как бы усиливает, то есть это типа вот тот самый. То есть стул – это просто кисе. Это кисе, это кисе, это кисе, это кисе. А это хакисе. Это тот самый стул, который стоит в первом ряду от меня слева, от вас справа. Но это хакисе, это тот самый стул. Давайте его вернем ко всем остальным кисе. Итак, мы выучили еще слово кисе. Кисе, немножко забегаем вперед, это не на буковку «хей». Но когда мы кисе представляем «хей», то это получается хакисе. То есть запомнили, кисе – это не кошечка, это стул на иврите. Для запоминания напоминаю вам произведение еврейских писателей Ильфа и Петрова «12 стулев». Как звали главного героя, второго главного героя? Киса Воробьянина. Вы почему его звали Киса? Потому что он искал стул, друзья мои, а не потому что он такой милый и имел успеху дам. Понимаете, в чем дело? Да, поэтому он киса Воробьянина, стул Воробьянина. Вот какие вот дела в иврите творятся. Представляете, замечательный иврит. Ну, продолжаем про букву «хей». Все буквы, которые мы до этого с вами проходили, даже включая «элиф», они имеют, кстати, «алиф» не совсем имеют, а вот «бэйт», «гимель» и «делит» – они имеют смысловое значение. Вот само название букв в этих буквах, оно говорит о каком-то существительном, существенном, о чем-то существенном. «Бэйт» – это дом, «бэйт», «байт», «дом», «гимель» – это гамаль, верблюд, «далит» – это дверь. А вот у «хей» тоже нет смыслового значения, то есть нет у него вот перевода. Ну, «хей» и «хей» – это как выдох, «хей», «хей», «хей». Здесь мы приближаемся к откровению. Знаете, как буква «хей» рисовалась в палео-еврите? Я вам сейчас ее нарисую, я специально листики взял для того, чтобы рисовать, потому что второй доски у нас нету, но мы же помолимся, да, чтобы у нас второй флипчарт был для проповедников. Аминь? Ну, аминь, скажите кто-нибудь. Так вот, смотрите, буква «хей» раньше рисовалась вот так. Это на что похоже, друзья мои? Меня слышно? На человечка оно похоже. И человечек, по-моему, радуется, да? Когда мы вот так вот руки поднимаем и когда вот так вот прыгаем. Правильно. А почему он прославляет? Потому что он «хей», «хей», «хей». Потому что еще мудрецы выводят, что буква «хей» – это еще означает божественное откровение. Понимаете? Божественное откровение. То есть вот четырьмя буквами, четвертая буква алфавита была у нас «делит» и означала, вот если я говорил прошлого раза, она означала материальность такое вот сущего, такое существенность такое, понимаете? Потому что это, представьте, квадрат, параллелепипед. То есть вот Бог все сотворил, все вот оно уже, вот все вот сложено, оно и можно пощупать. А потом нужен «хей», потом нужен «хей», потом нужен «хей», потом нужен «выдох», потом нужен его, его выдох Всевышнего. И тогда мы получаем откровение. Тогда мы получаем откровение. Я сейчас процитирую, процитирую одну цитату. То есть буква «хей» – это выдох. И эту букву в первую очередь связывают, и это нужно запомнить, с Творцом и Его милостью, которую живой Бог и податель жизни явил в Своем творении. И, кстати говоря, из четырех букв имени Творца, непроизносимых букв, так называемая тетраграмматон. Кто об этом знает, что вот в Торе, на языке оригинала, там, где переводчики переводят Адонай, там Всевышний, написано четыре буквы. Йод, Хей, Вав и еще одна Хей. В двух из четырех букв имени Всесильного две буквы Хей. Бог – это Дух, и Словом через дыхание жизни Духом было создано все. Словом Господа сотворены небеса, и Духом Усио все воинство их. Псалом 32, 6 стих. Еще интересный момент. Вот я говорю, каждый раз, изучая материал по конкретной буквы, исследуешь Медраши и исследования мудрецов. Ну, представляете, многовековые исследования носителей языка. И вот что говорит Медраш. Медраш, который комментирует стих Исторы из Бытия 2, 4, то есть из 2 главы 4 стиха. Там так написано. «Вот происхождение неба и земли, присотворение их во время создания Господом Богом, земли и неба». Синодальный перевод. Бытие, 2 глава, 4 стих. В этом предложении слово «присотворение» – это «бехибарам». Бехибарам. Бара творить – «бехибарам» – «присотворение». Так вот, также это слово, если на иврите, можно и прочесть как «бехейбарам». Что будет переведено, ближе перевод будет посредством буквы «хей». Посредством «хей» – «бог сотворил небо и землю». Бытие 2 глава, 4 стих. Но я должен сказать, что, смотрите, давайте евреев включать, как говорится, в разуме. Вы сейчас по-гречески это прозвучало так. Так, ну, значит, буквой «хей» – «дыхание муств своих». Ну, как читаем, так и думаем. Да, Бог сотворил. Ну, люди, Бог сотворил все всеми буквами. Если вы помните урок про элиф, про элиф, да, там есть у нас в первом стихе «бытия» есть две буквы, которые ни одним переводчиком не переводятся. Там сначала «брейшит», ну, в начале, а потом «эт» стоит. Ну, «эт» – это как бы такая приставка, которая указывает, знаете, на что-то «эт». А еще ее можно как понять, как «элиф и таф» – это «элиф и таф», то есть это «альфа», по-гречески у нас в Писании написано «и омега», да, но это греческое, в греческом «альфа и омега». А у нас «элиф и таф», то есть в начале «элиф и таф», то есть сначала весь алфавит, а потом уже этим алфавитом все. Понимаете? И продолжаем дальше. Вы понимаете, о чем я говорю? А то я как бы… Фух, классно. Это только начало. Откровение, друзья. Вот поэтому и «отхей» так изображали. Я еще покажу вам этого человечка. Пятая и шестая буква ивритского алфавита «хей» и «вав» – это буквы из имени Творца, связанные с понятием «бытие» и «жизнь». «Хаим», которое пишется через букву «хет». Но начертания «хей» и «хет»… Сейчас я вам покажу. То есть берем следующее. То есть начертания «хей» и «хет» на «ктав иври». Вот это вот палеоеврит. Это такой более иероглифический иврит. А из вавилонского плена уже евреи привнесли вот такую вот… «хей» и «хет». Вот смотрите, вот это вот «хей», а вот это «хет». И что мы читаем? Мы читаем, что… Сейчас очень интересное… Интересное… Куда я это положил? Ага. Так. Вот начертания «хет» и «хей», что я показывал, на «ктав иври» почти не отличаются. Однако звучание различается весьма существенно. «Живой», «жил» звучит как «хая». «Хая». Ну, прям вот чувствуется. Там еще вот ивритоговорящие, они еще там как-то грассируют даже эту «хей» немного. «Хая» как-то, знаете, это через «хет». А слово «есть» и «существующий» как «хая». Не кажется ли вам это чудесным и замечательным, друзья мои? Я вот, по-моему, прочитал это и понял, что из-за этого, вот даже вот только вот из-за этого, хочется еще глубже погружаться. Еще глубже. Потому что вот передо мной встает тетраграматон, имя Всесильного. Того, кто сотворил все сущее, и меня в том числе. Меня говорящего, стоящего прямо на этих ногах, имеющего возможность к размножению, к обучению. Я прекрасно созданный. В бытие написано «я хорошо весьма». Так вот, тот, кто создал «хорошо весьма» все, написан четырьмя буквами в Торе. Йот, хей, вав, хей. И когда я вижу вот это вот как бы случайное, не случайное похожесть в произношении и в написании, я начинаю понимать, что мне только начинает приоткрываться щелочка, через которую струится свет глубины познания Всесильного Творца. Ну, я хоть немножко вас вдохновляю изучать иврит, но вот хоть чуть-чуть. Друзья, я просто как? Здесь как провожу рекламную кампанию Лошон-Хакодыша. Собственно говоря, опять возьму минутку, немножко отвлекусь, как говорится. Минутка ломки льда. Хорошо, прошу верить. Собственно говоря, я из-за иврита обратился к еврейским корням, а не наоборот. Понимаете? То есть вот в моей жизни произошло так, что я, не знаете, может быть, кто-нибудь меня поймет, это когда ты вот уже сидишь в церкви лет 10, уже на служении таком ответственном, уже при церковном офисе, знаешь, где кофе лежит, но если понимаете, кто обо мне, ну да. И вот ты понимаешь, что вот уже проповеди, которые звучат в церкви, они тебя, голодный ты остаешься. Бывало у кого-нибудь такое чувство? Что ну уже этого молока уже, ну вот, про любовь, про спасение, все хорошо, все на своих местах, ну хочется мяса, ну хочется ж мяса, хочется твердой пищи, да, твердой пищи. И тут, ну, ты же понимаешь, ну ты Библию читаешь, на ячейках последнюю проповедь пастора в среду разбираешь. Ну мало тебе этого. И ты читаешь дальше, еще кроме среды и воскресенья, есть у нас еще понедельник, вторник, четверг, да. И ты начинаешь читать, и появляется тут у нас интернет, в интернете появляются статьи. И мама тут еще мне книжку подарила, которая называется «Нефилим». И думаю, что за книжка такая? А говорит, вот взяла в христианском магазине, а там обложка такая, знаете, такой инопланетянин такой, знаете, в блюре в таком. И такая зеленая такая ядовитая книжка, написано «Нефилим». Она говорит, на, верующая христианская книга. И подписала мне на день рождения это все дело. И начинаю я, значит, читать эту книгу, начинаю разбираться, кто такие «Нефилимы». Потому что, ну, в моей-то Библии не написано «Нефилимы». Ну, там максимум, что мы можем увидеть, «Рифаимы», «Сыны Янаковы». Ну, это я уже вперед забыл. А то вот «Нефилимы». Вот. «Нефилимы» — это, оказывается, так перевели тех самых исполинов из шестой главы «Бытия». Поймаете? А я такой думаю, подожди, подожди, подожди. У меня, то есть, у меня, оказывается, перевод может быть глубже. То есть «Тора», оказывается, то есть «Библия», оказывается, может быть глубже. И дальше, 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 дальше. И тут начинаю понимать, что, слушай, мне, оказывается, вот мне, когда я проповеди слышал про шестую главу «Бытия», то там написано «И те рождали им исполинов издревле славных людей». Ну, русский язык передает, славные люди у нас как богатыри, да, там типа исполины сразу там. Какие-то довольно хорошие ребята по сути своей, да. Типа, ну что тут такого? Ну, смотрите, сыны Божьи входили, видели, что дочери человеческие красивые. Это я могу понять, потому что я тоже вижу, что дочери человеческие красивые, понимаете? Их я могу понять. И вот, когда они входили к ним, те рождали им, и как бы я вот все время вот и поэтому вот так скользил. Но оказывается, что если на иврите это все дело читать, смысл переворачивается кардинально. И тут я просто понял, бах! И оказывается, из-за вот этого преступления сынов Божьих был погублен первый мир. Только восемь душ спаслось. И это послужил, как знаете, как некий такой маленький камушек, который в моей жизни произвел лавину изменений, которые меня привели вот сюда, за эту кафедру. Потому что иврит, еврейская, и все-все-все-все-все, плюс еще там Джим Стелли подкинул дров. Одним словом, если Библия написана на иврите, это неспроста. Вот давайте на этом подчеркнем. И давайте дальше изучать букву Хэй. Аллилуйя! Буква Хэй числовое значение 5. Да? Помним. То есть, каждая буква иврита, она имеет числовое значение. Алиф это 1, Бет это 2, Гимел это 3, Далет это 4, а Хэй это 5. Отметим себе, Хэй это 5. Пускай она у вас вот здесь и запечатается, что Хэй это 5. Пятерня. Вот вы запомнили, как стул зовут на иврите? Кисэ. Ну, кисэ это в 12 стульях. Кисэ. Хорошо. Так вот, Хэй это 5. Запомнили. Так, я понимаю, что мало времени, все не расскажу. Но сейчас вот самое. Так вот, Хэй. Вспомним, что это в имени Бога там 2 таких Хэй. И он там сущий, живу, живущий. Да? Вот это вот все. Так вот, Хэй связан с корнем Хэйе. Быть. И становиться. Корень «быть» два раза появляется в 3 стихе Торы. И Бог сказал, да будет, будет, ехи, свет, и был, хая, свет. Хэй это сокращение слова хинэй, вот, выражает божественное раскрытие, как в стихе, вот это наш Бог, которого мы ожидали. Этот стих относится к конечному раскрытию Бога в эру Машиаха. Хэй, это не только выдох, это еще и раскрытие, и соответственно, что происходит, когда Бог нам открывается, что мы получаем? Мы получаем откровение. Когда я получаю откровение, у меня вот такое вот настроение. Здорово. Идем дальше. Плывем по этим волнам. Так, хэй-хэт нарисовал. Теперь, теперь, дальше. Что я еще бы вам хотел сказать? А я бы вам хотел сказать, что буква хэй, она когда прибавляется к словам, то есть, ну, мы поняли, да, что хэй, это откровение, когда приходит Бог своим дыханием, вдыхает что-то во что-то, то мы открываемся, оживаем. То есть, это что-то связанное с жизнью, да, с дыханием Господним, с откровением. Также, если буква хэй к чему-то приставляется, да, то я уже на форме, на примере стула показал, что оно как-то отделяет это все дело. И еще буква хэй к именам, если добавляется и в имена вставляется, то это получается там, ну, совсем феерически. Самое известное и самое, я бы сказал, такое широко известное, даже в не очень верующих кругах, это изменение имени Авраама на Авраама. Знаете, как Авраам стал Авраамом? Бог ему в имя добавил всего лишь одну букву, и это буква хэй. Давайте немного разберем эту чудесную трансформацию. Смотрите, если разобрать Авраам, Аф, Аф, помните, Алиф проходили, Аф, Алиф, Бет, это отец, Аф, Аф. Рам, это возвышенность, или высокий отец, высокий отец. Возвышен, возвышен, рам. Это я из псалтыря уже читаю, вот почему, про слово, про вот эту часть имени Авраама, рам, это слово употребляется в псалме. Возвышен, рам. Над всеми народами Бог, над небесами слава Его. Это псалм 112, четвертый стих. Такой там возвышен, это рам. Возвышен, да? Когда средняя буква хэй на иврите добавляется при конкретизации какого-либо слова, то получается отец конкретного народа. Аф, отец, хаам. Потому что рам, возвышен, ам, народ. Вот, понимаете, вот я вначале говорил, что в иврите не бывает договориться, что это будет микрофон, а вот это лист. Понимаете, вот Авраам, Аф, отец, высокий, ам, народов. Высокий отец народов. А когда добавляется в середину ха, хэй, конкретизация того самого народа. Что у нас Петр говорит? Но вы, род избранный, царственное священство, дети Авраама, вы, Авраама, вы, не Авраама, вы, а Авраама, вы. Вы тот самый народ, друзья. Какой тот самый народ, скажете, спросите вы. Скажите мне, какой тот самый народ? Иври. Кто-то сказал Иври. Вот где-то здесь. Молодцы, пятерошники. Иври, тот самый народ. Мы дети Авраама. Аллилуйя. Тут про гематрии, конечно, Авраама и Аврахама. Ну, я не буду. Вот гематрии сами считайте, но тут тоже, конечно, очень интересно, очень интересно. Гематрия, слово Авраам, 243. А слово Аврагам, 248. Ну, мудрецы выводят, что 243, это 243 члена тела. Тело имеет, по мнению мудрецов, 243 члена. Мол, до того, как Бог добавил букву Хэй к имени Авраама, у Авраама был контроль над этими 243, но Бог добавил ему контроль еще над пятью. Пять, да? Пять. Вот, кстати, здесь 48, здесь 43. Разница пять, это как раз Хэй. Помним? Вот случайно ли это? Вот я прям не знаю. По-моему, не случайно. Так вот, какие это пять? Знаете, что они говорят? Это два глаза, два уха и место для обрезания. Вот представляете? Ну, а при чем тут языка? Я просто... Нет, Инга, в бытие читаем, что вот когда Господь заключил Савраамом завет, там под нож пошли не только животные, понимаешь? Вот. Так вот, оказывается, получив букву Хэй, вот эту пятерочку, Бог дал Аврааму и, соответственно, его наследникам контроль над вот этими пяти членами тела. Там глаза, уши, то есть, мы же и в Новом Завете там тоже читаем, что типа, ну, как, за глазами надо следить, за ушами надо следить, что в тебя входит, там, ты-ты-ты-ты-ты-ты, понимаете? И еще в пятое место. Ну, это вам, как говорится, на факультатив сами размышляйте. Продолжаем, друзья мои, да? Кому еще Господь буковку добавил? Родственница Авраама была. Сарай ее звали. Са-рай. Ее звали Сарай. А, как добавил Господь, Хэй, вот так вот вдохнул ее, стала она Сара. Давайте разберем Сарай. Сару, простите. Значит, что тут у нас про Сару написано? То есть, она, как она переводится? Так, 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 так. Где-то тут я отмечал. Ну, короче, ладно, по-быстренькому. Вот, значит, смотрите, Хэй – это возможность рожать, как бы была получена у Сары. Понимаете? То есть, она до этого была просто госпожа. О, я вспомнил. Сарай – это просто, ну, госпожа, начальница. Ну, главное. Ну, сходится. В Торе мы читаем, там, у нее эти были служанки. Служанки, она там сказала, постирай. Когда пошла, постирала. Сказала, посуши. Пошла, посушила. Сказала, иди к Аврааму. Та пошла. Сара – начальница. А те ее слушали. Но как только Господь добавил ей тоже пятерочку. Хэй! Это оживило ее. Во сколько лет она родила, кто помнит? Расходят сомнения. Ладно. Была она старенькая, когда она родила. Но, я думаю, когда Господь на нее добавил, добавил ей буковку Хэй, она стала, получила эту возможность. И, как мы разбирали эти медроши на эти недельные главы у меня на домашке, там, конечно, были такие мнения, что, ну, это ж… Были люди в то время, не то, что нынешнее племя. Сейчас уже все, 45, и ты уже такой весь. А там свежий воздух, длительные пешие прогулки, там и в 90 лет еще… Хэй! Барановым настрижешься целый день там, да? Тонус, мышцы там, все такое. Да, там коровам с верблюдами надергаешься, там молока тоже такая вся физи… Не надо в спортзалы ходить. И вот, типа, вот только надо было, чтобы… И уже рожало. Ну, то так и это, опять же, для ломки льда я немножко отступаю. Но, одним словом, хэй! Когда человек получает откровение, когда человек получает дыхание Божье, меняется вообще все. Поэтому, случайно ли изменение имени… То есть, вот, есть такое, знаете, вот, если имя меняется, меняется судьба. Кто об этом слушал? Слышали об этом когда-нибудь? Вот на Авраама с Сарой смотришь, сходится, сходится. Но это в том случае, если тебя называют на иврите. Опять же, подчеркиваю. Я могу себя переименоваться в Александра, могу переименоваться в Сергеяна, или в Сержа, да? Ну, то так и… То так и… Да! А когда у тебя имя означает, что ты отец высокий народа, в… А потом раз там, бах, того самого народа, тогда это очень… Это темы для целых проповедей, да? Кстати говоря, действительно, Авраам был назван в Библии… Это самый первый иври Библии. Тринадцатая глава бытия. Хотите, верьте. Хотите, откройте и проверьте. Как там написано? «И пришел гонец к Аврааму иври». Иври, перешедший. Иври – отец того самого народа. А теперь думайте. Еврей – это только по крови или по решению. Почему он перешедший? Давайте немножко еще вспомним про Авраама. Почему он перешедший? Потому что он поверил Богу. Это именилось ему в праведность. И он вышел из своего Отечества и пошел лих-лиха к себе… Да. Пошел к себе истинному. Тут очень много образов. Я как бы… Я не даю домашнее задание. Я просто вас вдохновляю. Изучайте это именно вот в этом разрезе. Вот именно в этом разрезе. И это, кстати говоря, друзья, это даже не сот. Вот сейчас я говорю, это не сот. Помните, я рассказывал, что есть… Когда мы Далит проходили, когда там четверку я рассказывал, есть четыре уровня познания Торы. Пшат, Ремес, Драш и Сот, Пардес. То есть, когда мы познаем Стору на всех этих четырех уровнях, мы в Парадизе, мы в Раю. Да. Так вот, вот сейчас вот я вам предлагаю размышлять даже вот на уровне Драша. Вот это даже не сот. Сот – это… Помните, я на прошлом собрании брату Максиму и брату Леониду открывался стих именно там вот через подсчет Гематрии. И там, ну, вообще там очень было круто. Вот это я для себя воспринял реально как сот, потому что там, ну, глубина глубин. Это я тоже рекламирую вам этот метод изучения Писания. Это… Да не пугает вас слово Каббала. Да не пугает оно. Мы как-нибудь обратимся еще к этому определению, как оно на самом деле на иврите переводится и почему оно так. Я еще хочу сказать, что мы собрали здесь, мы собрали здесь люди, у которых в конце концов на разном этапе следования за Богом, Всевышний взял и разрушил твердыни определенные. У кого твердыни Господь разрушил, а у кого продолжает разрушать. Так вот, мы сейчас продолжаем разрушать те твердыни, которые были настроены нам и советским воспитанием, и т.д., и т.п. Не буду я сейчас уделять этому времени, поэтому, поэтому, вот даже изучение Медрашеи относительно алфавита, разбор недельных глав, которые здесь у нас происходят. Ну, скажу про себя, не знаю, как кто, но я, собственно говоря, и жду каждую субботу ради этого, ради свежей порции твердой пищи. А это твердая пища, друзья мои. Аллилуйя! Давайте дальше изучать. Еще вот, ну, насчет того, что добавление буквы разобрались, да? Интересный момент. Если хотите, поизучайте дальше. Потому что я вот остановился на евреи, потому что, вот, кстати, брат Леонид поднимал вопрос о самоидентификации, вот тут вот тоже можно, кстати, развить тему от Авраама, как мы себя самоидентифицируем. Потому что в Бытие в 13 главе это первый еврей, а мы, получается, сейчас уже в новозаветних временах живем, ожидаем Ишуа второй раз. Но называемся детьми того самого первого еврей. И так как это прошло уже тысячелетия, вряд ли это как-то, мы можем так, по крайней мере, я, я не могу проследить напрямую свою родословную Ажда Авраама. Но читая Писание и изучая Библию, я самоидентифицирую себя как сын Авраама, как раз потому, как апостол Павел, Рэбэ Шауль, нам объясняет, именно через приход Машиаха, именно через жертву Иисуса Христа, именно через... Я уже опять отвлекаюсь. Короче, Леонид, Эфесянам, Эфесянам вторую главу перечитайте, там об этом говорится. Понимаете? Благодаря Ишуа я имею причастие к роду избранному, к царственному священству. Я род Авраамов. Благодаря Его крови могу к престолу я прийти. Пели такие песни? Просто теперь для меня эти слова еще глубже звучат. И вот для меня это, как я понимаю, сейчас и есть суть Евангелия, суть той вести, которая меня радует. Благодаря Ишуа я имею доступ ко всем обетованиям, которые в народе Божьем, на народ Божий были проговорены. И это не меркантильная вещь. Это немножко, ну... Это гораздо глубже, чем просто иметь хорошую пенсию в Израиле. Услышьте меня. Это гораздо глубже, чем жить на берегу теплого Средиземного моря. Вы знаете, если меня Господь поведет, я могу и на берегу полноводной реки Ефрат пожить. Или Нила. Ну, как нам он обещал, да? То есть, вот земля от Нила до Ефрата. И ее даю тебе. Кто ожидает исполнения этих пророчеств? Один я. Даша еще двумя руками. Есть люди, которые исполнения этих пророчеств ожидают. Ну, по улыбкам вижу, что да, больше, чем тех, кто руку поняли. Молодцы. И это все, представляете, все мы о букве Х размышляем и все вот столько всякого всего. Ладно, дальше проходим. Пять. Рука. Даяние и принятие милости связано с образом руки. буква Х ее числовое значение пять. В своем начертании на Ктаву Шури, а вот это вот начертание Ктава Шури, вот это, вот именно вот это тут начертание иврита, это Ктава Шури. Человечек, это Ктава Шури, а это Ктава Шури. Так вот, на Ктава Шури буква Х состоит из буквы Далит, помните Далит? Вот она, Далит, а вот это Ют. Далит и Ют. Здесь слушайте дальше. Числовое значение Далита четыре, а Ют числовое значение десять. Эти две буквы, то есть Ют и Далит, вот если Ют поставить вот сюда, чуть выше Далит, то получится слово Яд. А Яд это не отрава на иврите. Яд на иврите это рука. Рука. Так вот, помните, я сказал так, значит, десять и четыре, четырнадцать. Соответственно, Яд имеет гематрию четырнадцать. и четырнадцать, хотите вот опять же пересчитать, я не знаю, может быть, это совпадение, но вот фаланг на руке четырнадцать. Вот Яд имеет четырнадцать фаланг. Ну вот как, вот как пятнадцать, только четырнадцать. Вот, вот, яд, рука, то есть, вот, наша пятерня, хей, это яд, если разобрать это все. Я же говорю, ну все, все не просто так с этим ивритом. Вот четырнадцать фаланг, да, вот Инга начала уже считать. Пересчитывай, сестричка. Да. И вот сначала, и дальше. Значение милости и благояд, это еще рука, которая нам дает, да, которая нам дает. Пробегаем, 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 пробегаем. Про пять еще. Число пять встречается в устроении скини и богослужении еврейского народа. Пять видов жертвенных животных, которые принес Авраам в жертву по слову Творца при заключении Завета. Господь сказал ему, возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя. Бытие 15.9. Вот из того, что вы вот за предыдущие 20 минут услышали, сейчас это местописание вообще очень глубоко звучит, да? Теперь про скинию. В размерах скинии число пять является преобладающим. Почти все ее размеры, кратны пяти. Внешний двор имел сто локтей в длину и 50 в ширину. С каждой продольной стороны было 20 столбов, вдоль торцов было 10 столбов или всего 60, что означает пять на 12. столбы держали занавеси, которые были пяти локтей в ширину и пяти в высоту и вся площадь занавеси была 25 квадратных локтей, пятью пять. Каждая пара столбов держала пять квадратных локтей линяного полотна. Пятью пять это размеры медного жертвенника для сожжения жертвоприношений. 20 досок с каждой стороны были скреплены вместе пятью брусками проходящими через кольца прикрепленные к ним. Входные занавеси ворот двора висели на пяти столбах. Масло для святого помазания состояло из пяти частей. Оно было откровением чистой милости. Опять, пять и откровение. Но это не может быть просто совпадение, друзья. Любите ли вы еврит так, как люблю его я уже? Я вдохновляю вас идти по дороге этого исследования. Давайте прочитаем. То есть, смотрите, это в исходе 30-я глава с 23-го по 25-й стих. Возьми себе самых лучших благовонных веществ. С мирной самоточной пятьсот сиклей, корицы благовонной половину против того 250, тростника благовонного 250, кассии 500 сиклей по сиклю священному и масла оливкового гинн. И сделай из всего миру для священного помазания масть составную искусством составляющего масти. Это будет мира для священного помазания. С мирно корица тростник кассия оливковое масло. Пять составляющих священного мира, которое освещало и давало откровения. Это вот это вообще просто пшат. Просто первый уровень. Читаем Библию современным языком запуск в эксплуатацию скини собрания происходил каким образом? Ее должно было что? Полностью помазать вот этим составом. И тогда слава Божья явилась над крышкой ковчега. Опять какое-то чудесное совпадение? Нет. Вот у Бога не бывает просто так. Когда изучаешь иврит, вот алфавит, когда читаешь вот такие вот медраши исследования, и меня это восхищает, друзья мои. Меня это очень восхищает. Итак, откровения пять. Сколько ран? Самое главное откровение в Новом Завете это что? Или это кто? И слово стало плотью и ходило с нами, и ходило, обитало с нами. Самое мощное откровение это явление в мир Сына Божьего. И он стал без Иосифа. А вот так и все, и Мария беременна. Ха-ха! И родился он, и крестился он у Иоанна. Об этом тоже мы отдельно поговорим. Мы сейчас готовим проповеди или проповеди тоже нам Господь открыл про погружение. Ну, то спойлер вам закидываю. Ходите в собрание и доуслышите. И вот слово стало плотью и обитало с нами. Но потом над ним должно было исполниться Писание. Писание это то, что о нем говорят Тора, то, что о нем говорят пророки. И он был распят, и он был пронзен. и скажите мне, сколько ран он получил? Он получил пять ран. Две на каждую руку. Две каждую на ногу. Ну, то есть и удар копья. И удар копья. я до этого места доисследовался и сказал «Вау! Извините за харизматическую выходку. Простите меня, пожалуйста». Да, но меня это действительно очень сильно вдохновляет, друзья. Число пять это сила Божья. Число пять это откровение Божье. Эй! Это откровение Божье. Вот так, чтоб не харизматично просто. Хей! Еще про как вы думаете просто так когда Давид встретил Голиафа у него было пять камней. Ну теперь-то мы понимаем, что не все просто так. Я думаю, что теперь когда вы будете читать Писание, вот наверное после этой моей небольшой лекции, вы теперь будете «А! Пять! Или кратно пяти! Точно! Где-то тут откровение! и докопайте, пока не докопаете!» Я вас вдохновляю, таки да, там откровение, потому что все Писание у нас что? Молодцы! Пятерочка! Так, зачитаю, зачитаю цитату от некоего М.D. Стюарта. «Когда Давид встретил Голиафа, он выбрал пять гладких камней, они выражали его совершенную слабость, пополненную божественной силой. Давид был сильнее в своей слабости, чем все окружение Саула. Он воспользовался только одним Божьей помощью». В Абитамании сказано «Пятеро из вас прогонят сто, и сто из вас прогонят тысячи, и падут враги ваши. Пятеро из вас». Кстати, это Левит 26 глава 8 стих. Про пять. «Пятеро из вас, пятеро из тех, кого одарил милостью и избрал Бог». Требование Бога к фараону было пятикратным и выражало его милость в освобождении его народа. Пять требований Бога встретило пять конкретных возражений со стороны фараона, которые не возымели успеха против силы защитника народа. Сестра, вот домашнее задание, если хочешь, Левит, не, это я сказал, именно вот исход перечитайте, то есть требований было пять, и отказов было пять, казней было десять. Я же говорю про требования и про отказы. Аллилуйя. На самом деле про казни я когда читаю, каждый раз, мы же проходим цикл недельных глав, и каждый раз Господь благословляет нас в собрании каким-нибудь братом или сестрой, которые в этом году получили какое-то особое откровение для этого года. Понимаете, и у меня продолжают рушиться мои греческие твердыни. Вот сейчас кстати говоря, чисто пример греческого понимания. Десять казней равно десять требований. А нет, а вот на самом деле пять. Вот давайте перечитаем. Да, и вот допустим, читая допустим саранча, значит, прилетела, улетела, а потом раз там натыкаясь на медражках два года назад про саранчу, которая прилетела, а потом улетела, медражи говорят, что улетела даже консервированная саранча. И я такой, секундочку, а оказывается, коныки, коныки, это по-российски кузнечики, это как раз те насекомые, которых есть, согласно Левиту одиннадцатой главе, что? Но мы их не едим. Ну, их есть, можно, я вам хочу сказать, что в восточных культурах до сих пор это тот еще деликатес. Так вот, медражи, медражи, о десяти казнях говорят, это одна из десяти казней саранча, они, я вернусь, Жень, я вот, да, да, так вот, это была еда, еда, которая жрала еду, то есть, тучи, побили посевы, и все такое, ну, они же тоже, ну, уж налетело столько, раз там, того засолили, того засахарили, засушили, таранка из саранчи. Я видел фотографию, кстати, восемнадцатого века, там, американец застрелил саранчу, ну, я вам говорю, как тот заяц. Я готов этому верить, там одной только ноге, как говорится, только по корочке, там, еды, я вам говорю, слава Господу. И представляете, чудо заключается в том, что как там фараон, все, погибаю, да, вот это что, погибаю, освободи, помоли своему Богу, чтобы это он саранчу убрал. Хорошо. Господь, прекрати эту казнь, убери саранчу. И говорят, саранча, которая на поле еще там доедала, что-то, хотя там уже говорят, по Писанию уже все сожрала. Вот та, что живая, улетела, и та, что в банках тоже, улетела. Смешно, казалось бы. Но Господу, это все возможно. Вы читаете, опять же, про 10 заповедей, вы читаете, какой град там был? Вы читали про град? Вот, град какой побил? Ледяной, да еще и горящий. Вот я думаю, что могло ледяное гореть? Вода горит? Да. Ну, если ее хорошенечко керосином разбавить? Ну, может быть. Но Господу, все возможно. Поэтому я и поверил, что и саранча из бочек улетела, и ледяной град горящий спалил все. Ну, а шо мы, значит, про кровь, про воду в кровь верим, а шо, про летающую засахаренную саранчу, не можем поверить? Да легко. Господу все возможно. Если ему возможно из вот этого вот набора химических элементов, который суть прах, создать меня своим хэй, то я поверю и в горящий град, и в летающую консервированную саранчу, и в раздвижное, ну, в раздвижное море, и во все. Аллилуйя. Потому что Он сотворил вселенную и меня весьма хорошо. Аминь. Ну все. Давайте помолимся уже. Пожалуйста. И тут не долистал, но знаю, что время заканчивается, сейчас со стульев попадаете. Аллилуйя, Боже. Благодарю Тебя, Господь, и славлюсь за то, что Ты открываешься в Слове Своем, Боже. Спасибо Тебе, Господь, за то, что наполняешь, Боже, нас мудростью, Господь, светом Своим. Слава Тебе, Господь. Слава. Хвала. И поклонение, Боже. Благодарю Тебя, Господь, за то, что я радуюсь о Тебе, Боже. Я радуюсь о Нем. Хей. Я о Нем радуюсь. Аллилуйя, Боже. Слава Тебя, Господь. Спасибо Тебе. Друзья, наш Бог говорит с нами, кто-то его понимает по-русски, кто-то на украинском, кто-то на английском. Короче, на языке носителя языка. Да, он нам говорит. но другая сторона общения, это еще и понять то, что тебе сказали. И глубже понимание получается тогда, когда ты твоего Творца начинаешь понимать на том языке, на котором Он тебя создал. я хочу подчеркнуть это. Ничего плохого нету в том, это прекрасно, что мы читаем синодальный перевод русский, Огиенко украинский, Кингс Джеймса английский. Это круто. Но гораздо круче и глубже, если мы начинаем разбирать Писание на том языке, на котором оно было написано. Друзья, я про Тору. Я вдохновляю вас обращаться к Писанию. И если вам нужно мясо и глубина, берите стих, который вам нравится. Ну, это я свой рецепт даю. Вот нравится вам стих. Вот чувствует. Вот есть такая вот, Господь в сердце вкладывает, что что-то в нем есть. Вот что-то в нем есть. Прочитайте его на иврите. Попытайтесь разобрать, какими словами он составлен. Если вам это тяжело самим делать, приглашаю вас на собрание общины Сион, которые проходят каждую субботу в 10 утра в Киеве на улице Попудренко, 34А. Второй этаж. Аллилуйя. Хожу сюда, друзья, уже вот второй год вот на Попудренко. А до этого еще пару лет у меня собирались. Так вот, вот Баруха Шем вокруг меня собираются люди, которые любят мясцо. Духовное, и в плове. Продолжение следует...